Урбан. Программа о городских проектах. Городского управления культуры Дмитрий Шиляев, директор галереи «Прогресс», Андрей Дмитриев, генеральный продюсер компании «Росвидео». И это программа «Урбан». Как сделать наш город лучше? Слушайте «Урбан». Программу о городских проектах. Каждые две недели по средам в 11.06. Сделаем наш город лучше вместе с системой «Глобус». Я должна буду повторить еще раз вводную, которую мы давали в первом часе. Мы сегодня обсуждаем новую концепцию празднования Нового года в Кирове. Разработать такую концепцию дал поручение сети-менеджер Илья Шульгин. Возглавляет рабочую группу по разработке концепции Иван Строин сегодня у нас в студии. И Иван Петрович в начале прошлого часа сказал, что группа открытая. Она открыта к предложениям кировчан, общественности, бизнеса. В течение года будет разрабатываться эта концепция. И, естественно, она будет публично обсуждаться. И надеемся, что она будет представлена на урбанистическом форуме в октябре этого года, который, урбанистический форум, слава богу, становится регулярным и традиционным. И это такая хорошая площадка, она показала себя в 2018 году, где можно вместе с горожанами обсуждать, собственно говоря, как развивается наш город, чего мы хотим, куда мы идем, какими инструментами пользуемся. Я бы хотела, коллеги, еще несколько вопросов обсудить. Вот раз уж мы заговорили про дух Нового года, дух Рождества, и мы уже начали обсуждать там запахи, музыку, видеосопровождение, свет, то вот что касается глинтвейна и корицы, стало ясно, что можно, конечно, и безалкогольный глинтвейн, но запахами наполнять этот город. И все вот вы сейчас сидите и киваете, и говорите, что да, это нужно. Ну, то есть мы понимаем, что это можно, в принципе, реализовать, на это надо обратить внимание, должна быть такая составляющая. Что касается музыки, то вот Казань подбросила классную нам идею хоров вот этих самых, да. Мы знаем европейскую традицию, вы помните, когда распевают рождественские гимны прямо на улицах, разные группы людей сами выходят, в Кирове достаточное количество хоров, которые могли бы в этом поучаствовать. Вот как это все реализуется, Казань нам подсказала. Я думаю, что Иван Петрович свяжется с Дарьей, у вас уже запрос такой был, и узнает этот казанский опыт, как все происходило. А вот что касается музыки и света, тоже об этом надо поговорить, потому что вот смотрите, Казань говорила про экраны, на которые транслируются пожелания самих горожан в прямом эфире, на которые можно транслировать послания президента, если люди отмечают в общественных пространствах на улицах свой Новый год. Ну и можем ли мы это организовать, можно будет обсудить. Я только хочу привести пример этого лета, когда буквально за несколько дней была сооружена площадка по чемпионату мира, и в принципе экраны нашлись. И про экраны, кстати, насколько я помню, и про свет, Росвидео давно говорили, что можно по-другому оформлять город и его оживлять именно с помощью световых шоу и трансляций каких-то осмысленных, даже не осмысленных, а смысловых композиций в этом городе. Но прежде чем мы это обсудим, примем телефонный звонок 211-101. Слушатель, на связи. Алло, добрый день. Здравствуйте, Татьяна, город Киров. Я бы хотела господину Строю попросить, чтобы как-то еще и обратили внимание на финансовую сторону. По-моему, 11 числа я со своим малышом была на театральной площади, первая половина дня. 13 детей там были, бесплатно только горка и только лабиринт. Все остальное. Скукожина тетка сидит, хочет, чтобы у нее ватрушки взяли, которые стоят 100 и выше. Дальше лошадь, на которой можно покататься 300 рублей, которая ходит только вокруг себя и все. Сел и вышел. Дальше ни одна карусель не работала, потому что за предельные цены. Мы сели на карусель с лошадками 100 рублей, не успели сесть, и тут уже надо было выходить. Хотя, пока мы были на театральной площади, больше к ней никто не подошел. Замерзли, пошли в музей. Вот если вы хотите сходить в музей с ребенком, с вас возьмут деньги, хоть ребенок будет у груди. Так, и всю экспозицию посмотреть, это стоило больше 500 рублей. Так вот, мне хотелось бы, знаете, чтобы мы не просто приходили и, облизнувшись, ушли, но и получали все-таки удовольствие. Я когда удивилась этому, я опросила 25 детей, родителей. Вот в нашей группе. Из 25 только трое были, причем в основном были для того, чтобы сфотографироваться. 22 человека мне сказали, а зачем ходить, там такая дороговизна, у нас вон, это самое, построены горки во дворах. Так что было бы и хорошо, если бы эту сторону продумали. И я посмотрела по СМИ, в федеральном переволжском федеральном округе, только у нас были все заплатно. Везде находили деньги. Вот из этих 13 миллионов, которые вбухали всю эту красоту, можно было взять один лимон и отдать детям. С тем, чтобы хотя бы с первого по восьмое дети катались везде бесплатно. Спасибо. Спасибо, вот такое мнение. Мы вопрос финансовый специально в сегодняшней программе решили оставить в стороне. Он, безусловно, очень важный. И финансовые инструменты, правильно я понимаю, будут продуманы. Но давайте я сейчас прям без комментариев попрошу оставить этот вопрос. А только мы точно, вот обещаем нашей слушательнице и всем слушателям, что мы точно о финансовой стороне будем говорить, но не сегодня. Понятно, что людям хочется, но не могут себе позволить такого количества. Надо продумывать, конечно, средний чек, исходя из платежеспособности нашего населения. И это такой сложный механизм, который нужно будет вместе с бизнесом прорабатывать, с экономическим ведомством, сложный расчет. Мы об этом обязательно в наших программах будем говорить, не в программе «Урбан», а скорее будем говорить в дневных разворотах и в развороте на бизнес. И эту тему обязательно будем опубличивать. Ну, все согласны, наверное, с этим, да, ведь что есть такая история. Но давайте вернемся к идее музыки и света, к новой возможной концепции использования этих инструментов. Тут я попросила бы Андрея Дмитриева рассказать, какие предложения, может быть, были от Росвидео. Я знаю, что вы встречались и с Ильей Вячеславовичем Шульгиным, и с Иваном Строем. А что предлагалось? На самом деле мы пересеклись до Нового года как раз и обсуждали вообще идеи, какие могут возникнуть для празднования различных мероприятий городских, в том числе и новогодних. И мы как раз рассказывали, что несколько ряд подряд мы предлагаем разные идеи. И здорово было бы, если бы вот в рамках будущего года эти идеи каким-то образом нашли место в реализации. И здорово, что мы еще раз сегодня встретились, потому что, ну, на самом деле, контакт появился, и это здорово. Конечно, что могу сказать? Кстати, первое, над чем мы, скажем так, думаем, это то, что не хватает, скажем так, неких мультимедийных технологий, которые во всем мире уже часто применяются. Потому что вот давайте возьмем даже не мир, а, например, Россию. И там недавно совершенно мы там были в Сочи, и там как раз место притяжения, там одна из небольших площадей, как раз сделан маппинг, который в определенное время включается на 20 минут, и туда собираются горожане ежедневно. Маппинг? Да, маппинг – это световое шоу на здании. Проекция. Проекция на здании, да. И, то есть, таким образом, есть вот как раз наполнение, которое позволяет в течение 20 дней практически ежедневно, в определенное время собирать определенное количество людей. То есть, это событие для всех там горожан, приезжих, туристов. И в том числе в рамках Кирова это могло бы быть привлечением внутреннего туризма. То есть, люди приезжают и смотрят 20-минутное шоу на одной из площадей города и, соответственно, продолжают праздновать там, гулять, отдыхать и все остальное. Как это происходит? Муниципалитет закупает специальное оборудование, которое служит долгие годы, и только к определенным событиям заказывает компанию-производителям, например, такое как Росфиде, потому что занимаетесь производством такого контента, да, смысловое какое-то шоу. Так это происходит? Тут есть различные варианты. Все зависит, конечно, от бюджетных возможностей. Конечно, можно закупить оборудование. Второй вариант – можно рассмотреть арендные отношения, чтобы, например, это оборудование, если стоимость проекта большая, да, то берется оборудование на определенный срок, и оно, соответственно, выполняет свою работу и уезжает. То есть, либо это стоимость контракта. То есть, тут уже надо считать, в зависимости от того проекта, какой будет реализован. И здесь, кстати говоря, вот если говорить об опыте других регионов, это новогоднее шоу, новогодняя иллюминация может выполнять не только развлекательные цели, но и в том числе просветительские, образовательные, когда, допустим, в новогодний контент зашита еще история города, история области, или какие-то интересные исторические факты, исторические личности. То есть, люди не просто смотрят какую-то новогоднюю сказку, они в том числе и получают интересную информацию, которая в основном – это семьи, дети. И это очень полезно, образовательно, развлекательно, то есть, такая как бы симбиоз всего. Я даже, знаете, подумала, что создавая такой контент, который отражает региональную тематику, какую-то историю, связанную конкретно с регионом, с Кировом, с Святкой, этот контент может размещаться не только в нашем городе. Этот контент можно при взаимодействии с той же Москвой, я не знаю, с Казани, с кем угодно, иметь фестивальную такую историю. В той же Москве почему только про Москву? Вывозить? Да, почему только про Москву? Вот история про Киров. Когда участвуют вот эти вот шоу, да, то есть вот эти вот постановки, скажем так, да, они участвуют в неких конкурсах, их тоже можно подавать, заявлять и получать. Вот сейчас, например, ну, забегу там буквально на две минутки, в Нижнем Новгороде скоро будет фестиваль светотехнических инсталляций, где ребята там, может быть, даже со всего мира привезут свои какие-то интересные инсталляции визуальные. И вот это тоже интересно, потому что сейчас вот технологии позволяют создавать интересные вещи, которые являются центром притяжения людей. То есть они не обязательно могут быть всем понятны, может быть, да, или там интересны, но тем не менее каждый хочет это посмотреть. И как раз здесь выполняется функция привлечения людей. Соответственно, там, где есть люди, там есть бизнес. И, соответственно, вся эта история и площадка, на которой это происходит, может работать и выполнять функцию. То есть надо мыслить не узко в рамках одного мероприятия или одного какого-то праздника. А если эта концепция там, например, вводится, этот инструмент вводится, то использовать максимально во всех возможных общественных мероприятиях, которые там в городе происходят. Прерываемся на полминуты, у нас короткая пауза, и после этого перейдем, наверное, к опыту Волгограда. Да, есть небольшой кусочек из Елены Собиновой, менеджера культуры, директора автономной некоммерческой организации по развитию социокультурных проектов, проектная инициатива, да, эксперта в области социокультурного проектирования из города Волгограда. Через полминуты послушаем. У нас три фрагмента. Передадим часть своими словами, часть послушаем. Вот, смотрите, мы изучим сейчас, мы изучим опыт Волгограда. Я попросила отложить мобильный телефон. Как в школе. Коробочку буду выставлять перед входом в студию, чтобы сдавали все свои гаджеты. Смотрите, какая история. Мы с Леной Собиновой познакомились на одном из больших семинаров в Берлине. Лена очень серьезный менеджер культуры. Она родом из Волгограда. В Волгограде реализовывала как раз проект этих самых европейских ярмарок. Сейчас она человек мира. Она и в Москве работает. Сейчас Торонто уже находится не первый месяц. И, собственно говоря, ночью из Торонто она свой звук прислала. Мы сразу просим, Саня, извинения у слушателей. Не успели мы смонтировать так, как звучало бы идеально. Я задавала Лене три вопроса. Во-первых, каковы были предпосылки того, что в Волгограде появились вот эти берлинские ярмарки европейские? Это были не европейские ярмарки, я так понимаю, а именно вот был акцент сделан на немецкие вот эти вещи. Каковы были предпосылки? Второй вопрос, который я задавала, это инструменты, которые использовались. И третий вопрос, эффект, который они получили. Мы сейчас вводную сделаем по предпосылкам сами, своими словами. А выслушаем инструменты, эффект потом тоже сами озвучим. А почему инструменты? Потому что это важно понимать, да, из чего все это сложилось, благодаря чему организовали. А предпосылки были следующие. Так часто бывает, что личность играет какую-то роль в истории. У местного университета сельскохозяйственного был контакт с одним из предпринимателей из Германии. Этот предприниматель очень известный в Европе пекарь. И в каком-то там, я уже не запомнила в каком году, он стал вообще лучшим пекарем Германии. И он предложил вместе с университетом организовать что-нибудь такое как раз в Волгограде. Это было важно, что это в Волгограде организуется? Нет, он просто имел связь с университетом в Волгограде. Не раз приезжал, у него были контакты, и он предложил. Кроме того, оказалось, что в администрации Волгограда есть человек, один из топ-менеджеров, которому нравятся такие ярмарки, который не раз бывал в Европе, который вот этот дух Рождества прочувствовал и понял, что горожанам может это понравиться. Он поддержал, то есть это важно, да, есть человек со стороны той, который может принести это, есть человек, который считает, что это можно реализовать в городе, и у него есть административный ресурс для этого. И есть университет, который взаимодействует и который помогает это всё развивать. Организацию, которую представляет Елена, проектная инициатива, это организация по развитию и реализации социокультурных проектов в Волгограде. Она тогда уже работала в Волгограде, себя проявила, и ей поручили организовать этот проект. Лена сразу говорит о том, что был опыт и негативный, и позитивный, где-то они ошиблись, когда они, например, ярмарку решили в крытом помещении провести. Она себя не оправдала, потому что сразу восприятие совершенно другое, и поняли, что ярмарки должны находиться в общественных пространствах, как это и есть в Европе. На улице. Да, с базара на базар перетекаешь сегодня в этом районе, послезавтра в этом районе. Кстати, надо, кстати, нашей слушательнице сказать, что вот даже в Европе есть ярмарки открытый вход, бесплатный, а есть платный вход. Но ты там платишь буквально три каких-то евро, например. Это символическая сумма. Да, чтобы пользоваться там услугами, которые внутри, но все равно карусели там платные, там понятно, но и очень бойкая торговля идет. За счет бойкой торговли, в общем, люди покрывают расходы на эти ярмарки, и европейцы-то, понятно, уже привыкли, что они купят глинтриен, они купят сосиску, они купят бублика, они купят сувенирку, что-то такое они сделают, они на это деньги выделяют. А вот какие механизмы использовались при реализации ярмарок? Давайте сегодня сейчас послушаем. В первую очередь стоит сказать, что этот проект получился и какое-то время был устойчивым, именно потому что этот проект партнерский по своей сути, и он включал достаточно большое количество игроков. И именно вот эти партнерства, они служили такими своеобразными ребрами жесткости, которые этот проект держали. Если рассматривать общую схему, то три основных игрока – это бизнес, власть и культура, и сейчас я расскажу о них чуть-чуть поподробнее. Когда проект на второй год был поддержан администрацией Волгоградской области, то есть на него были выделены средства регионального бюджета, заказчиком выступило Министерство экономики Волгоградской области. Исполнителем было Агентство культурных инициатив. Агентство культурных инициатив разрабатывало творческую концепцию и являлось основным организатором творческой части ярмарки. Министерство социальной защиты, которое было вовлечено в организацию благотворительных акций, которое приводило на ярмарку своих воспитанников, своих учреждений. Помогало делать детскую площадку, городское управление культуры, Министерство культуры региона, администрации муниципальных районов, которые участвовали у нас в наполнении концертной программы. Это посольство ФРГ, в общем, игроков здесь много. И очень еще важно отметить, что среди игроков были представители сообщества мастеров региона, то есть креативный бизнес. И это были также люди, как частные лица, так и организации, которые приходили к нам со своими инициативами, которые хотели реализовать их на ярмарке. Благодаря вот этим всем игрокам это получилось. На самом деле это была четкая структура, у которой было несколько слоев. И вот внутри всей этой структуры было очень большое количество горизонтальных связей, которые уже образовывались без нашего участия, самостоятельно. И благодаря этому, собственно, проект рос и развивался. Что касается ресурсов, то здесь я могла бы выделить пять основных типов ресурсов. То есть первое – это были средства областного бюджета. Второе – это спонсорские средства, которые составляли значительную часть бюджета. Третье – это, конечно же, огромный административный ресурс. Мы все понимаем его силу, и благодаря которому можно делать многие вещи, не вкладывая. Начиная с обустройства площадки, заканчивая различными творческими концертными программами. Третий тип ресурса – это ресурс партнерский. Именно партнерство, именно синергия ресурсов разных партнеров давала очень хороший эффект, когда один плюс один не равно два, а скорее это может быть три и даже больше. И пятый очень важный ресурс – это человеческие, это, в первую очередь, ресурсы команды, это компетенции команды. Это были не только сотрудники нашего учреждения, то есть мы специально подбирали команду, то есть специалистов из разных областей. И также здесь очень важен ресурс личной инициативы. Когда уже проект начинает развиваться, появляются определенные люди, которые приходят с желанием что-то уже делать на твоей площадке самостоятельной. Ты их, конечно, приглашаешь к этому, но в то же время самоплощадка становится привлекательным ресурсом для того, чтобы что-то делать. Я хочу сказать про цели, которые мы для себя поставили. Как цели – это ярмарки. Их было четыре. То есть первое – это повышение уровня инвестиционной и туристической привлекательности региона за счет реализации этого события. Второе – это содействие развития творческих индустрий в регионе, развитие сотрудничества между волгоградскими и германскими производителями продукции и развитие взаимодействия между местными сообществами. Принципиальная позиция организаторов ярмарки была в том, чтобы предоставлять места для мастеров, для представителей творческой индустрии, для местного бизнеса бесплатно. Хотя мы понимали, что капитализировать это можно было уже буквально на второй, на третий год, что желающих попасть на ярмарку было много. То есть, например, в частности, мастеров нам приходилось делать конкурс, поскольку количество мест было меньше количества желающих. И этот факт, он тоже в немалой степени способствовал развитию творческой индустрии, как возможность их представлять себя, свою продукцию, находить в дальнейшем заказчиков на выгодных условиях. Ну, слушайте, да? Видите, как этот инструмент сработал? Я вот тут сразу хочу отсыл дать к ярмарке, которую проводят галереи прогресса неоднократно. Арт-маркеты, да? Арт-маркеты. Я вот даже, когда нынче побывала на арт-маркете до Нового года, который проводился в галерее прогресса, я была в полном восторге в первый день. Полностью заполненная галерея, множество мастеров. И я просто оценила, насколько вырос уровень этих мастеров за прошедший год. Я, ребята, купила игрушки, сделанные вручную из батика, расписанные, рельефные. Какие-то безумные совершенно игрушки с бисером. Елочные игрушки ты имеешь в виду. Елочные игрушки. У меня там был тукан, у меня был фламинго из Алисы из «Страны чудес». У нас потрясающая сова с ресницами, с изгибами за 150 рублей одна. Отличная идея для подарка. И такие игрушки, мне кажется, в Москве продавались по полторы тысячи, а не по 150 рублей. И я на следующий день, я, во-первых, это всё запостила в Фейсбуке. Огромное там возбуждение среди моих знакомых этот факт вызвал. Потому что там были, ребят, там ещё был прилавок с ёлочными игрушками из сахара, натуральными. Их можно поесть на ёлку, потом съесть. Домики, вот не просто печенюшные, к которым мы уже привыкли, а полностью домики из сахара подсвеченные изнутри, прозрачная карамель. Представляете, какие там были, что там только не было. Но на второй день вот я как раз пришла, уже вознамерившись купить ещё вот это, вот это. Либо уже не было половины там мастеров, ну, или бы раскуплено что-то было. Но очень многие не знали просто про это даже, про арт-маркет. Или они к этому привыкли, или они думали, что там собираются какие-то люди, которые вышиванием, не знаю, занимаются или чем-нибудь таким. Нет, уровень мастеров очень высокий. Вот когда мы говорим про мастеров, надо сразу сказать, мы не только имеем в виду традиционные промыслы, дымковскую игрушку, там, резко по дереву или что-то ещё. Мы говорим про огромное количество людей, которые сейчас занимаются этим, там, не знаю, дома, в каких-то группах, в отдельных учреждениях, которые способны продавать свои продукты. И об этом арт-маркет сказал, и они востребованы. Дмитрий Кузьмин, люди уже реализовались на федеральном уровне. Они открыли свои, как бы, представительства в разных городах или торгуют через сайты, и Киров им нужен для того, чтобы, как бы, они к этому относятся, как к новогоднему празднику. Это повод, чтобы встретиться. Некоторые приходят не ради денег, а встретиться с друзьями и просто побыть на мероприятии, посмотреть на обратную связь от покупателя, чтобы понять, что нужно развивать на федеральном уровне. Да, действительно, проект рабочий, он готов к выходу в городское пространство. Только что был, по нашей технологии, проект в городе Сухум, в Абхазии. Вся площадь, представьте, состояние на сегодняшний день Абхазии, да, и Киров, весь, вся площадь была в восторге на уровне, как бы, разной социальной слои, как бы, людей отметили, начиная с власти, заканчивая, там, как бы, обычными людьми, и туристами, которые находились в этот момент. Хотя их было и немного, да, наверное, зимой. А это было не зимой, это было осенью. Ну, судьба, как бы, сезон, назовем это так. А, ну, отлично. Значит, было бы много городов. На самой главной площади это все происходило. Там, конечно, здание у них разрушено, правительство. Закрыли специально баннер при поддержке ООН это происходило. Причем, как бы, уровень высокий, положительность... Почему мы обратили на это внимание? Потому что есть уже в Кире тоже механизм, как арт-маркет, да? Рабочий проект, который можно выводить город, да. Прервемся на полторы минуты, у нас реклама, и останется всего 12 минут работы. Урбан. Программа о городских проектах. Вот надо сразу вам сказать, что я тут ругалась на всех, что они пользуются своими гаджетами. А Иван Петрович Строй мне показал сразу свой экран, и он говорит, Светлана, я все конспектирую, я все конспектирую. И это не может не радовать. Значит, смотрите... Вот. Да, и Андрей тоже все конспектирует. Вот смотрите, какая история, возвращаясь к Волгограду. В третьем своем звуке, который нам прислала из Торонто Лена Собинова, она сказала, кроме всего прочего, она очень важную вещь отметила. А Волгоград несет на себе очень тяжелую печать военного времени, страшной трагедии, Сталинградской битвы. И эта печать, она не просто память сейчас какая-то, которую нужно хранить, перерабатывать, всегда не знать, она прям вот тяжелым таким, тяжелым грозом лежит и на молодых людях, и на детях, и на всем. И задачей было правительство и администрации, почему она взялась за это, вдохнуть в город вот эту жизнь, что жизнь не просто продолжается, а здесь и сейчас бурлит. И люди могут радоваться, как все абсолютно, как в любой точке мира, праздникам. И она отметила в своем третьем комментарии, что это получилось. Вот город Киров тоже специфический очень город. Мы тоже на себе несем печать, связанную с тем, что говорят, Киров город трудовой славы. У нас что не сквер, то это память о людях, которые работали во время войны, например, или ушли на войну и так далее. Эту память мы чтим и несем, и это хорошо, но, безусловно, необходимо, чтобы город жил здесь и сейчас, и двигался вперед. Этот запрос есть не только у молодежи, которые стремятся к этому. Этот запрос есть и пожилых людей, потому что люди хотят, помня и печались, все равно современной жизни радоваться и смотреть в будущее. И очень важно, чтобы праздники наши не превращались в похоронные события, например, да, а превращались в праздник со светлой памятью и с радостью нынешнего дня. И вот это Лена отметила, и мне кажется, что опыт такого великого города в этом отношении, как Волгоград, нужно, конечно, учитывать. Ну, а про ярмарок-то все, конечно, давно говорят, что хочется таких веселых ярмарок. Мы видим и опыт, и видим... Да не то, чтобы даже веселых, понимаешь? Хочется не веселья, хочется ощущения вот этого вот приближения праздника. Что, это не веселье, что ли? А почему сразу веселье? Ну, в моем понимании, веселье – это вот такая вот разудалая музыка и прочее. Ожидание приближения праздника в печали, что ли, встречается? Ну, почему в печали? Это, может быть, такая трогательная какая-то история, понимаешь? К Новому году всякое бывает, конечно. Смотрите, у нас еще есть послание от ВИАДГУ, от нашего опорного вуза. Опять про ярмарки? Нет, там не только. Я попросила вчера культурологов из ВИАДГУ, но тоже поздно было, набросать какие-то идеи, которые только что в голову придут. Они не проработаны, какие-то просто вот идеи, которые есть. На коленке. На коленке, как они и написали, не судите строго, говорят. Ну, вот что мы можем на скидку сказать. Например, снежные забавы с конкурсами, состязаниями, например, как в Древней Руси, или включить современные состязания типа гонка героев, стилизованные военно-спортивные состязания с полосой препятствий, и снега в Порошино с многоточием было доставлено. Я, когда вот это прочитала, я почему-то совершенно про другое подумала. Наши дети все как один изучают Вятскую Свистунью и изучают бои, которые проходили, вы помните, там, да, где сейчас Александровский сад, где вот эта дорога в овраге к пристани, там были в свое время как раз гульяне, друг друга кидались вот этими глиняными там этими шариками. Я забыла, как эта штука называлась. Шарыш. Шарыш. Их не кидались, их спускали с земли. Спускали с земли. Это был образ. Прекрасно. Почему не возобновить вот эту Вятскую Забаву? Вот это будет идентичность, например. Ну, весной, по-моему, мы это делали, потому что, в смысле, в общем... Ну, весной, а мы можем зимой. У дороги и земли. Ну, можно, в конце концов, с неба. Но неважно. Окей, мы можем разыграть реконструкцию битвы. Кого там у нас там была на битве? Кстати, очень добычий проект в парках это делали. Реконструкторы. Реконструкторы. Очень хорошая обратная связь. Дальше, Слит, пожалуйста, если мы хотим историческую-то историю. Новогодний карнавал. Все хотят карнавала. Все хотят карнавала. Даже в школах сейчас перестали делать карнавалы. Это большая печаль. Я вот помню, как я плакала, что мне за мой прекрасный, как мне казалось, костюм красной шапочки не дали приз на городской ёлке в Кустанай, где я росла. Боже мой, ты тоже была красной шапочкой. Все были красными шапочками, поэтому, видимо, мне приз не достался. Но у меня есть даже фотографии, где мы в группе в детском садике, и нас пять красных шапочек так позирует. Но карнавал хочется всем вспомнить. У нас был велопарад костюмированный. Какой он восторг вызвал у всех. У старого. Ну, ладно, да? Дальше. Оформление улицы, например, с Паской. Все говорят про Спаску. В европейском стиле все хотят приблизиться, значит, к Европе. Угощение. Глентвейн. Внимание. Все хотят Глентвейна. Кстати, говоря про Глентвейн. У нас же в Кирове есть отличная альтернатива Глентвейну. Знаете, да? Я знаю. Вы сейчас скажете про горячий квас. Его никто не пьет, простите. Ты пил красный горячий? Я пил. И пьешь его каждый раз на Новый год? Ну, мне нравится. Не, ну, подождите. От горячего кваса от горячего кваса запах не дает необходимый. Может быть, на основе кваса... Нет, если туда добавить апельсинчика и чуть посыпать корицей, то же самое. Давайте к нашим двум производителям. Мы к нашим двум производителям сейчас обращаемся, да, к Куржумскому и к Вятичу. Разработайте такой горячий напиток на Новый год, чтобы он пах Глентвейном. Нет, я говорю, если туда добавить корицу и апельсин, то это вполне... Кстати говоря, его даже вот в этом году в Сочи продавали на Поляне. Вот, но вот смотрите, я сразу тебе скажу, нет, не возбуждает у меня горячий квас ощущение, а Глентвейн, поскольку есть за Глентвейном уже определенная атмосфера, возбуждает. Что просто привычки просто. Не скажи, это привычка во всем мире. Слово Глентвейн ассоциируется с Рождеством, а горячий квас нет. Ну да, атмосфера. Да, дальше, значит... Там есть совершенно безумные предложения дальше от наших культурологов. Еще, еще, сейчас. Новогодний квест «Мистика-вятки». Здесь многое могут сделать сами горожане, их интерактив. Yes. Как безбашенное предложение пишут. Перекрыть одну из старостепенных улиц города для движения и залить под лед для массовых катаний. Какую-нибудь очень крутую по склону, но безопасную внизу. И чищенные тротуары, лучше с лестницы для подъема, назвать горка Деда Мороза. Вот такая аниманирующая... Рядом с травмпунктом я предлагаю. Там нет горок. Давай без горки, хорошо, без горки. Но про катки, видите, тоже снова говорят. Зашла эта тема, очень хорошо люди оценили, безусловно. Я хочу свою еще историю подкинуть, раз уж все конспектируют. Как раз говорила я Дарье из Казани, Дарье Кураковой, что была сейчас в субботу в Казани. Мало того, что я посмотрела, что, конечно, в вечернее ночное время подсвечены все парки. Есть скверы по центру. Реконструкция в Татарстане, парков и скверов прошла повсеместно даже в самых маленьких городках. Мы это знаем. Но я обратила внимание на елки тематические. Еду на машине, говорю, ребят, это что, из велосипедов елка, что ли? Точно из велосипедов. А эта елка из чего? А эта из чего? А эта из чего? И вот я сразу представила. Представьте, какое у нас количество есть СУЗов, ПТУ. И попросить все СУЗы устроить конкурс елок, попросить сделать тематические елки. Из чего могут сделать елку сотрудники и учащиеся лесотехнического колледжа? Представьте, из деревянных брусков, я не знаю, какая-то арт-елка. Из чего могут сделать елку ученики кулинарного училища? Себе даже невообразимо, из чего только они могут. Не только из кастрюли, сковородок, из чего только не могут, но она будет их. Из чего могут сделать культурологи? Из чего могут сделать педагоги? Из чего могут сделать... Модельеры у нас есть еще, да. Модельеры или техники, механики и так далее. Представляете, какое количество тематических классных арт-объектов елок может появиться в городе? Вот мое предложение. Такая история. И, конечно же, мы... Вот тут у нас краем наши эксперты затрагивали этот край, потому что мы больше не давали времени. Благотворительная составляющая новогоднего празднования и Рождества. Все-таки благотворительность... Душевный базар называется мероприятие, которое проходит в Москве. Да, душевный базар, мероприятие, которое проходит в Москве. Благотворительность как составляющая всех этих праздников, это, безусловно, та вещь, которая должна присутствовать. И ее нужно продумывать и делать на профессиональном уровне. Благотворители нашего города готовы войти в Ордкомитет и в этом участвовать, в этой истории. У нас был пробный шар в прошлом году, маленький. В этом году не смогли мы собраться и это разработать. Это очень серьезная подготовка для того, чтобы это стало... Вот если мы говорим о традициях и о смыслах, для того, чтобы это стало постоянной традицией для кировчан, это нужно закладывать обязательно, на мой взгляд, как часть празднования Рождества и Нового года. Вот в Москве шестой год, насколько я помню, происходит все это. И говорится о том, что это крупнейшая фактически благотворительная ярмарка, не только в России, но и во многих странах Европы, да. Вот такая история. У нас остается две минуты, и я попрошу сейчас каждого из наших гостей дать оценку того, что вы услышали, вообще свои ощущения. Имеет смысл обсуждать это, не имеет. И вот этот заряд на разработку новой концепции, на ваш взгляд, состоятелен или нет? Дмитрий. Дмитрий Шеляев, Галерея прогресса. Конечно же, он нужен и необходим, уже пришло время действовать. Единственное, что я бы предложил технологию, это пригласить специалистов из ближайших регионов, у которых есть уже положительный практический опыт. Допустим, Казань, полтора года они уже делают в новом формате, и люди рады и благодарны за это. То есть красивый город, очень классная идея с катком на Спасской. Красиво был оформлен и театральная площадь. Мне очень нравится Октябрьский проспект, когда едешь эти огоньки. А мэрия? Все обратили внимание на мэрию в этом году. Есть к чему стремиться, конечно, но впервые вся мэрия светилась. Октябрьский проспект это прекрасно, особенно отметил. И Спасский каток, это, конечно, это вот куда-то в 19 век, в Янске, в историю. Вот он дает атмосферу. Это суперидея. Хотелось бы чуть подлиннее, не знаю. И побольше кафешек. А давайте закроем часть улицы Спасской от Центробанка до Ленина. Все хотят. Все хотят закрыть улицу Спасскую. Так, Андрей Дмитриев, генеральный продюсер компании Росвидео. Здорово, что сегодня 23 число и января, и мы обсуждаем уже следующий Новый год. И я считаю, что это отличное начало года для того, чтобы провести анализ того, что было, и поставить себе цели на следующий год. И все почему-то забывают про замечательную ротонду, которая была неимоверно просто подсвечена, и тоже в Инстаграмах и в Фейсбуках везде светилась. Действительно, в этом году, по сравнению с предыдущим годом, очень много площадок в городе Кирове стало краше. И действительно, хоть как-то похоже на общероссийские тенденции, украшения. Я думаю, что просто вот если продолжать работу в этом направлении, то у нас все получится, и в следующем году будет еще лучше и так далее. Иван Строй, пожалуйста, начальник городского управления культурой. Как и говорят, цыплят по осени считают. Мы с наших цыплят посчитаем с вами в начале декабря. Я думаю, уверен, что тот опыт, который мы получили в эти новогодние каникулы, мы его будем тиражировать на городские пространства. У нас достаточно еще районов неохваченных. Как показала практика, это не стоит колоссальных средств и интересный бизнес. Я думаю, что мы сможем за этот год разработать тот инструмент, механизм, который объединим вместе, который подарит жителю, скажем, Новоавиатского района 41-го, где можно залить шикарный каток и сделать в парке шикарную зону отдыха. И в том числе и для них нормальное место для проведения адекватного такого досуга. Спасибо. Программа «Урбан» завершена. Анна Лапшина и Светлана Занько. Эта программа будет выложена на сайте хакирова.ру. Вы сможете ее переслушать и пересмотреть. Потому что мы записывали видео, да. Совершенно верно. Следующий «Урбан» через две недели в среду. Мы прощаемся. Но Светлана-то прощается, а я-то нет. Я вернусь через 20 минут с Алексеем Кузьминым. Мы в особом мнении. До свидания. «Урбан» – программа о городских проектах.